Студент второго курса Казахского национального университета Хасымжомарт Рахметуллин, арендатор со стажем. Жить в студенческом общежитии он не захотел, не понравились условия. Ну и снимать квартиру в одиночку ему не по карману, поэтому он арендует жилье с двумя своими друзьями. В складчину они платят за свою двухкомнатную квартиру почти 730 долларов. Будущий энергетик говорит, что ему еще повезло, ведь большинство предложений на рынке просто не соответствует своей цене. Ни для кого не секрет, что в Алмате слишком завышенные цены. Например, за 200 тысяч в Уральске я бы мог снимать трехкомнатную квартиру с очень хорошим евроремонтом. Но здесь за 200 тысяч мы хотели снимать с ребятами, но нашли только однокомнатные, ниже Раймбек-Батыра, с очень ужасными условиями и старым ремонтом. Но вот из-за этого нам пришлось раскошелиться на 350 тысяч в месяц. Аренда жилья в Казахстане действительно никем и ничем не регулируется. Из-за этого собственники часто устанавливают цены, ориентируясь на другие похожие объявления. В итоге квартиры без ремонта в старых домах и мебелью, которой пользовалось несколько поколений в крупных городах, могут обойтись в среднюю зарплату. Долгое время на это никто не обращал внимания. И вот проблему подняла депутат Нургультау. В настоящее время в нашей стране свыше двух миллионов человек вынуждены снимать жилье. Часть из них студенты. В то же время цены на аренду квартиры растут с каждым днем. Мы считаем, что необходимо начать регулировать данную сферу. В этой связи необходимо установить предельные цены на аренду, учитывая состояние жилья. Например, можно обязать собственников размещать объявления с указанием количества звезд, как в случае с гостиницами. По сути, депутат предлагает перенять опыт некоторых европейских государств, где уже давно существуют инструменты сдерживания цены на аренду жилья. Предложение Нургультау было воспринято по-разному. Если одни его однозначно поддержали, указывая на полное бесправие арендаторов, то другие говорят, что на свободном рынке цена определяется соотношением спроса и предложения. Экономист Айдар Алибаев считает, что у фискальных органов просто нет ресурсов, чтобы создать некий единый реестр, с помощью которого можно было бы контролировать цены. Налоговые органы не хотят этим заниматься, потому что это очень серьезный большой труд. Представляете, все вот эти миллионы квартир, которые сдаются, надо ходить, проверять, есть ли контракт, нет ли контракта, платишь налог. То есть здесь, в первую очередь, само государство пустило на самотек весь вот этот огромный рынок. Между тем, в Ассоциации риелторов Казахстана считают предложение Нургультау популизмом. По словам вице-президента этого объединения Ларисы Степаненко, попытка регулирования цен на арендное жилье будет нарушать принципы свободного рынка. Она считает, что вместо этого государству следует решить проблему нехватки студенческих общежитий, поскольку именно студенты создают дополнительный спрос, что приводит к росту цен. К тому же попытка регулирования рынка арендного жилья может привести к тому, что состоятельные казахстанцы начнут выводить капиталы из страны, поскольку вкладываться в недвижимость станет невыгодным. Часть инвесторов, которые выстраивают свой бизнес на рынке аренды, я думаю, они могут просто тогда свои капиталы вкладывать уже с тем, с чем мы сталкиваемся уже сейчас, они могут вот свой капитал вкладывать в зарубежные страны. То есть вывозить из Казахстана, так как за рубежом рынки недвижимости очень лояльны. По данным депутата Нургультау, на сегодняшний день в собственном жилье нуждается 4,5 миллиона казахстанцев, почти каждый четвертый. В прошлом году аналитики холдинга Freedom Finance Global подсчитали, что только 9,3% казахстанцев имеют в собственности свободную недвижимость. Меньше половины из них сдают жилье в аренду, в то же время арендаторов в стране почти в два раза больше. Тимур Ермашев, Настоящее время Азия, Казахстан.